Возвращение евреев в их родную землю и восстановление государственности Израиля — это уникальное событие. В течение 19-ти столетий не происходило ничего подобного. Это событие является главным, основным библейским признаком прихода последнего времени. Я хочу прочитать отрывок из 30-й главы Иеремии. Я читаю с 3-го по 7-й стих, и затем... И затем предложу вам мои толкования этих стихов. Итак, Иеремия, 30-я глава, с 3-го по 7-й стих. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую я дал от самих, и они будут владеть ею». Если вы хоть немного знакомы с Библией, вы должны знать, что есть только одна земля, о которой Бог говорит, что Он дал ее отцам Израиля и Иуды. Эту землю ошибочно называют Палестиной. Я сказал ошибочно, потому что название Палестина было выдумано в первом или втором столетии римлянами для того, чтобы стереть из памяти евреев сознание того, что у них есть своя земля. И эту идею радостно подхватили все те, кто ненавидел Израиль и хотел захватить их землю. Но как христианин, я предпочитаю вообще не использовать слово Палестина. А если я его и использую, то только в целях избежания недоразумений. Ветхий и Новый Заветы в один голос называют эту землю землей израильской. В самом начале она называлась Ханааном, затем она стала называться Израилем. И с тех пор остается израильской землей по сей день. Это земля евреев, независимо от того, живут они на ней или нет. Бог заключил с евреями Вечный Завет, обещая дать им эту землю. В отношении возвращения евреев в их землю, обещанную их отцам, Иеремия говорит «И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира». Если вы помните, на днях я говорил, как один известный в этой стране проповедник сказал, что возвращение евреев в их землю было не от Бога, потому что если бы это было от Бога, то Бог дал бы и мир. Лучше бы он прочитал Иеремии 30 главу, потому что в этой главе Бог говорит, что возвращение будет окутано атмосферой смятения и ужаса, а не мира. И дальше еще интересней. «Спросите и рассудите, рождает ли мужчина». «Почему же я вижу у каждого мужчины руки на череслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные?» Ситуация будет настолько критической и напряженной, что мужчины будут похожи на рождающих женщин. И дальше. В следующем стихе говорится, «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Спасен от него не значит, что это обойдет его стороной. Это значит, что Бог спасет его, когда он будет через него проходить. Это уже предсказано. И в последнем, 24 стихе, Господь подводит этому такой итог. Последняя часть стиха. «В последние дни уразумеете это». То есть, ситуация последних дней прольет свет на значение этого пророчества. Возвращение евреев в их родную землю, которая происходит в нашем веке и в наши дни, является божественным доказательством того, что мы живем в последнее время. Это уникальное и беспрецедентное событие за последние 20 столетий человеческой истории. Я могу сравнить израильский народ с минутной стрелкой на часах Господа. По движению этой стрелки можно определить, сколько времени осталось до наступления полночи. Если говорить человеческим языком, то сейчас где-то без двух минут полночи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...